Старюха Вот только Что только Поймал да и отпустил Эх ты Старый дурень А ведь он завтра снова придет воровать Ай-яй-яй, не придет И да и не человек это А это Гусь Который говорит Как человек Ой-ой-ой С ума сошел старый Слушай, слушай Старый А ты часом не рехнулся Это ж надо придумать Говорящий гусь Да ну тебя Ой-ой-ой Так и знал что мне не поверить А ну-ка закрой глаза Зачем? Закрой говорю глаза Зачем говорю? Закрой глаза Закрыла? А теперь А теперь Можешь открывать Ты находишься на передаче, пора вставать Смотри, на тебя камера смотрит Ой, доброе утро Доброе утро И вам доброе утро, дорогие телезрители Сегодня у нас в гостях областной театр кукол Это художественный руководитель Антонина Валентиновна Малюченко Актер Сабит Тикаев, актриса Людмила Лушина Здравствуйте Доброе утро Очень рада видеть вас сегодня в нашей студии 27 марта Международный день театра Расскажите, как вы планируете отмечать этот день? Мы этот день будем отмечать на боевом посту трудовыми буднями Тем более, что, вы знаете, так интересно совпадает этот праздник и с наурызом И есть у нас еще один профессиональный праздник 21 марта Это Международный день театра кукол Поэтому так они рядом расположены Мы в эти дни работаем Работаем для зрителя Поздравляем их с нашим праздником Вот такой замечательный отрывок только что вы нам показали Откуда вы он? Расскажите немного И как сложно вообще поставить подобный спектакль? Это небольшой отрывок из спектакля «Волшебный гусь» Пьеса Шамкенова Идет у нас уже приличное количество лет Я думаю, лет 10 этот спектакль Немножко мы его уже обновили Сделали его посвежее, поновее Но спектакль, который хорошо воспринимается зрителями И взрослыми, и маленькими Ну и тем более, конечно, такой спектакль Он востребован в дни празднования Вот на Урызе Дети, которые приходили к нам в театр Которым мы выезжали в школу И вот его с удовольствием смотрят Спектакль Вы знаете, вот когда спектакли так долго живут Мы называем, что его, это спектакль Наш золотой фонд Интересная пьеса Написанная хорошим драматургом Интересный материал Куклы Вот то, что сейчас мы посмотрели Это называется куклы планшетные То есть, когда видна не только кукла Но и виден актер Детям это тоже очень любопытно Потому что чисто по зрительному восприятию Это абсолютно нормально Когда в начале спектакля Зрители смотрят на актера Потому что им интересно, что актер делает Что он вытворяет вот с этим инструментом Который в руках держит И потом уже зрители незаметно переключаются Внимание только на кукол и на актера Хотя они все в униформах одеты Их видно Уже на них и не смотрят У нас этот спектакль такой, знаете Он, ну, сказка такая волшебная Там у нас и концертный номер есть И казахский танец есть И куклы-танцовщицы И бай жадный, и его прислужник И маленький мальчик И волшебный гусь Который, в общем, ради... Вот весь спектакль ради того Чтобы показать детям Простую очень историю О добре, о взаимопониманиях Я вообще считаю, что театр Особенно театр для детей Это театр, который... Конечно, это не основная цель воспитывать Это не основная цель театра Но то, что мы, в общем, все равно Несем эти функции Это однозначно И это, в общем-то, правильно Поэтому и формируется репертуар Из спектаклей, которые Взывают к определенным Нормальным человеческим чувствам Вот в ваших спектаклях Вы разговариваете со зрителем Самым маленьким зрителем На своем особенном языке, да? Сложно ли отбирать вот эти спектакли Для них, чтобы донести Чтобы им было понятно И в то же время интересно участвовать Интересно смотреть Ну, в общем, непростой действительно Вариант, особенно для детей нынешних Потому что принято считать Что сейчас дети все Компьютеризированы, если так можно сказать Да, все гаджеты Большое их количество И даже те мультфильмы, которые они смотрят Это, в общем, сейчас такие Ну, однодневки, неоднодневки Как угодно можно это называть Все же мы склонны так вот считать Что наш театр должен работать На более классических образцах Хотя любимые ныне детям персонажи У нас тоже встречаются Но, как правило, мы их на Новый год используем Когда вот Ну вот, ну уж чисто развлекательный вариант А когда к нам дети приходят Вы знаете, тем не менее Хоть вот они И не отходят от компьютеров Хоть они сотовыми телефонами И тем не менее Когда говорят, что детям сейчас Вот это ничего не интересно Это совершенная неправда Это совершенная неправда Они очень хорошо слушают Вот в частности Вот этот спектакль К нам буквально вот недавно приходили Дети Начальная школа Вся начальная школа Девятая школа посмотрела Вся началка И насколько вот актеры Мне сейчас просто не дадут Обмануть зрителей Что насколько это слушалось Ловилось каждое слово Насколько после спектакля Там дети встают Аплодируют Сразу не уходят А если спускаются По театральным лестницам Еще там что-то обсуждают Но это все же радует Это просто говорит Ну, наверное, польщу себе О качестве нашей работы Потому что было бы неинтересно Они бы просто не смотрели Ребенка не уговоришь смотреть Это не взрослый Который даже если ему не нравится Он из чувства приличия посмотрит Ребенок этого делать не будет никогда Скажите, сколько сейчас Насчитывается спектаклей В репертуаре театра? Ну, день театра Мы будем отмечать уже 34-й раз То есть 34-й театральный сезон И за это время Уже где-то порядка 140-150 спектаклей И на казахском, и на русском языке В театре идут Но то, что сейчас в репертуаре И у труппы казахской, и у труппы русской Где-то порядка 30-35 спектаклей Которые вот прямо сейчас Можно брать и играть По воскресеньям у нас Семейные просмотры в театры Каждое воскресенье в 12 часов В праздничный день Обыкновенный воскресный день К нам приходят зрители И мы чередуем то Спектакль казахской труппы Одно воскресенье Другой спектакль русской труппы Другое воскресенье Расскажите немного о труппе театра Кто актеры Как давно они работают у вас И вот сложно ли сейчас найти нужные кадры Потому что у нас в области не обучают На актера кукольника Да, я не очень владею сведением Если сейчас в Астане открыл Если в институте кукольное отделение Есть такое отделение Академии, Национальной академии искусств Имени Жоргенова Но у нас труппы уже, знаете, так Сложившиеся, сформированные В частности, сегодня актеры русской труппы Поэтому уместно будет сказать Что русская труппа у нас небольшая в театре У нас шесть актеров в русской труппе Вот сейчас уже представили Двух актеров, которые здесь находятся Сабитикаев, Люда Лушина Они уже давно работают в театре Это уже, знаете, ну, Сабит где-то около В 76-х Да, вот, пожалуйста, 18 лет Люда 13 лет Еще есть четыре актера в труппе Лена Юрьева Яна Сахнок, Бапе Тултаева Эдуард Кокарев Недавно к нам присоединился Второй год работают Уже, знаете, актеры Ну, с опытом Актеры с опытом Такой средний, такой возрастной состав У нас в театре Но, идя работать в театр для детей Они в каком бы возрасте ни были Они знают, что они будут играть И вот такую бабушку И могут играть ребенка И это должно быть умение Сохранить в себе детскость, что ли Понимаете, детская непосредственность восприятия Каждый актер из шести человек Которые находятся в русской труппе Может управлять любыми видами кукол Да? Конечно Это актеры универсалов Конечно И так любой актер Это же кукол великое множество Вот планшетная кукла То, что сейчас увидели Тростевая, марионетка Чемпурит Ну, там я не буду заморачивать Всех этими названиями Всем известны ростовые куклы Маски Потом есть переходные куклы Допустим То есть смешанные уже системы Всевозможные Обязательно Перчаточные Ну, абсолютно всеми должен актер владеть Прежде чем начать работу над спектаклем Мы оговариваем с художником систему В которой это будет делать И все И даже если недостаточно умения Актер этим обязан овладеть Прежде чем вообще приступить к спектаклю Сложно ли было вообще вот вам, Людмила Перейти от той профессии Которую вы до этого работали В кукольную сферу? Нет, не сложно Просто до того нравилось всегда Как действительно из детства Вот эти мультфильмы Мультфильмы смотришь И потом я показывала своим племянникам сказки И голосовые там разные Находила голоса куклам И мне всегда говорили Вам бы работать в театре Вам бы работать в театре И вот я и подумала Что действительно вот мне тянуло Я пришла Вот Антонина Валентиновна Спасибо большое, огромное Посмотрела мои данные И я вот работаю И мне нравится, я не жалею Действительно, когда ты выходишь на зрителя И зритель тебе хлопает Аплодирует И все в душе вот здесь лечится Как говорят, сцена лечит Сабит, скажите А вам сложно ли работать актером-кукольником? Ну, сложно сказать я не могу Это все идет от души Если любить будешь театр У вас куклы Почему вы выбрали именно кукольный театр? Ведь есть и другие виды театров Тем более вот вы, да, Сабит У вас и музыкальное образование есть Скорее всего, наверное, меня судьба провела Вообще, я с детства как-то получалось У меня в детстве я еще озвучивал куклы Даже камни брал озвучивал Наверное, это судьба так распорядилась Скорее всего А то, что музыкальное, ну, наверное, недостаточно Образование получил Поэтому знание музыкальное Кукольный театр Театр попал И спасибо педагогу нашему режиссеру Изначально он с нами был Со мной было Вы почему именно кукольный театр выбрали? Почему вы не пошли, например, в актерскую деятельность? У вас голосовые данные очень хорошие Как мы сейчас увидели, да? Очень интересно вы разыграли И правда поверили, что не вы говорите А действительно как будто куклы на миг ожили, да? Для нас По идее, да Мне бы хотелось бы тоже работать в драмтеатре Но сразу я, когда приехала сюда Я пришла в театр кукол И мне понравилось Мне вот дали роль Я думала Прочитала, проучила Потом пришла И мне действительно понравилось Самый первый спектакль, когда я смотрела Это был «Соломиный мальчик» И мне очень понравилось Я подумала, это мое И вот потом, когда вот мне приняли Мне тоже дали роль Там «Ласточка» Я звучу «Ласточку» Самый любимый спектакль Потом самый любимый спектакль еще был «Хочу быть большим» Это очень много лет назад И вот мне Каждая кукла Вот какую бы мне ни дали Вот Антония Валентина Я всегда Вся Вся мне роль нравится Вот посмотришь на куклу Прежде чем сделать ей голос Вот посмотришь Подумаешь Покрутишь Повертишь И потом уже осознаешь Что нужно такой голос дать Вот это мы репетируем И нам очень нравится Ну то есть смотрите Вот Люда сейчас начала говорить Художник в театре Создавая куклу Уже создает образ То есть задача актера театра кукол Но наряду с тем Что он рождает тоже этот образ Но голосовое Он голосом должен точно попасть в маску Которая создана художником Сабит, расскажите Есть ли у вас самый любимый Какой-то спектакль И самый любимый актер Да, в нем Кукла Вами любимая Вообще все спектакли мне нравятся Но Самые любимые Это, наверное, скорее всего Комические роли Где можно Через куклу Передать Всю сатиру Образ Передать детям Чтобы дети смеялись Ну в основном Вот дедушка, например Вроде он Так Дедушка Ну он смешной Если ему Это Через мои действия Передать какие-нибудь Действия Что он становится смешным И детям становится смешно В основном Такие смешные Комические роли Большое вам спасибо За то, что вы нам рассказали О том Как Немного, да Рассказали о том Как устроен театр кукол Что бы вы хотели пожелать Нашим телезрителям Ну, наверное, вполне естественно Если я сейчас пожелаю Чтобы Больше Родителей Было Заинтересованных Чтобы Заниматься Своими детьми Приобщать их К искусству Не обязательно Прям к искусству Театра кукол А к любому Искусству Все же это так Развивает Дорогие ребята Обязательно Приходите В воскресенье И взрослые тоже Правильно Антонина Валентиновна Правильно Приходите Не пожалеете Новые спектакли будут Так Правильно Старый? Да здоровья всем Позитива Правильно Бабка говорит Приходите К нам В театр Мы будем рады Вас видеть Душа рада будет И очень душа будет Рада Приходите Продолжение следует...